всем привет сегодня очередной ремонт автомобиля opel astra g сегодня мы будем производить замену термостата и плановая замена ремня грм и соответственно помпу совершенно расскажи этапы замены ремня грм и помпа грм будем менять вместе с помпой это принципе один этап так как это находится все в одном приводе и ресурс у них принципе одинаково нам надо освободить доступ это снять воздушный фильтр и правое колесо будем снимать подушку правую по ходу движения это что был доступ как мы определили что не исправить термостат в принципе вот сейчас у нас температура машины ну так на ощупь градусов 40 по потокам и у нас малый контур и большой контур равномерной температуры то есть антифриз гонит на радиатор при исправном термостате термостат закрыт он гоняет по малому кругу и этот патрубок холодный при термостат у нас открывается при 92 градусов вот у нас показано 92 голоса пружина что температурная она при нагреве ужимается и открывает вот этот у нас клапан после этого у нас начинает работать по большому кругу соответственно уже идти антифриз через основной радиатор охлаждения ну тем самым не давая машине переливать где это термостат находится ну вот он находится вот эта часть топки в этом корпусе до чтобы нам его поменять нам надо все скинуть это ремешок грм и кожух при этом будет сниматься шкипа спидвала для того чтобы был доступ к снятию кожуха то погнали давай валим 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 расскажи что это за гараж ну в двух словах это недавно открывшийся из того под названием то в принципе у нас направление ваговская audi volkswagen skoda seat и мультимарочные 100 но основное направление на audi volkswagen делаем все делаем всех попался скинули мы воздушный фильтр и защиту нижнюю нашем случае это вот такая колодочка и есть поставим под мотор чтобы вывесить мотор без подушки беспорядок снимай подушку нет волна это скажу так вечно есть да но еще она не то вона допустим как мы меняли заднюю подушку там она явно была оторвана кожух ремня грим раз зажимчик 2 из дам то же самое точно такой же да и он так вот аккуратненько ломается выпустила шкив там выставлять как-то надо данный метки все все быстро нам состояние грима для меня или я тебе скажу так вообще он как бы меняется по побегу да но мы его скинем когда ремешок да я по скажем так есть вот такие моменты когда он явно виден что он уже явно видно когда ремень говорим потресканы и бывает даже вплоть до того что он начинает лохматиться так чтобы нам снять вот этот хронштейн этот хронштейн нам будет тоже мешать нам надо первую очередь кинуть ремешок приводной можно воспользоваться ключиком но можно поступить с таким образом коп зафиксировали рукой и назад натяжителя дата так ну да натяжитель у нас работает в принципе неплохо это что приводной или в одной ремешок смотри в принципе состояние его неплохое но одна большая проблема так у тебя не стоит нижней защиты попадают камушки и делают такие дырочки времени как бы это не критично скидываем натяжитель шага головку там ставится е 16 ешка да легким движением руки он наш и снимаем нижнюю крышку точнее защиту ремня горюра да 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 он крепится на двух молчках раз если быть точнее на десяточка и 10 а ешка это как звездочкой а ну вот мотор простейший восьмиклапаны метки тот все заводские указаны вот допустим распредвальная метка выставляется сюда вот у нас это рисочка она должна вверх быть выставлена ты что за мной в зубной власть до там где-то нащупываясь и второй причем мы делаем наставляем метки ты просто ключом подкрутишь под вода на методом к ремешок не снимали а а где увидеть где эта метка но смотри на распредвале у нас на шестернике вот она да вот меточка его надо выставить сюда до самой же тогда стрелочка а вот под этот вес хорошо виден но это все регулирует положение там этих клапанов до или но это коленвал у нас метка сверху нас распредвальная метка у нас просто зацепился вот здесь вот этим за помпу такой натяжный ролик вот очень хорошо слышно ходил уже надо вот лишь перекат уже пошел есть хорошо ну скажем так вот еще походил но вовремя мы меняем сухой хорошо вот теперь нам надо скинуть вот эту всю защиту откручиваем шкив распредвала вот у нас шпонка распредвальная так что шкиф можно снимать смело и последние два полтика получается вот такая она когда если целый идет вот такого плана вяжется на четыре болта скипление 1 2 3 4 вот теперь мы добрались до нашего термостата вот наш кан внизу радиаторы да я вот на него пальцем показываю откручиваем вот это я почему-то думал что он вот здесь хотя он при открытый видна щель я писала на 3 шестигранниках началась течь видишь скажем так вот адренажное отверстие когда начинает протекать сальник первую очередь до начинает подтекать всюду первые признаки это вот это окисление такое красное так у нас цвет антифриза красный окисление будет в цвет антифриза нашем случае помпа уже свое отходило ну что вычищаемся чистим все пазы для установки нового термостата помпы растворитель бензина так вот наш новый термостат потеряем температуру 92 градуса открытия и на старом у нас тоже 92 градуса открытия пазы для этих вот так он есть что делаем фиксируем натяжитель в взведенном положении чтобы было легче накинуть ремешок вот получается если его разжать вот он у нас ну и эксцентриком сделан да и в этом положении он получается до упора заведен в таком положении будет одевать тяжелее ремень и в нашем случае ремень натягивается помпой путем прокручивания помпы и натяжка ремня будет регулироваться вот этим индикатором вот этот хвостик должен стоять по центру вот этого пореза при установке покажем как это будет помпа резиночку мы смазываем техническим мылом для того чтобы помпа у нас легко входило для натяжки ремня есть да она просто внутрь туда вставляется и все да никак не крепится а как оно вот блин зажимает болтами вот этими вот шайбой одним болтом шайбой 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 прижимается и все мы установили термостат и помпу помпу зажимать не надо до конца для того чтобы она вот имела вот такой ход потом дожмется да да мы натянем большая проблема вообще пилевских моторов у них натяжной ролик натяжной ролик крепится в корпус масляного насоса вот здесь уже переделана так как скорее всего сорвали резьбу и уже переточили и крутили шпильку вот она очень хорошо видно шпилька стоит а вообще в оригинале изначально идет болт она тут один диаметр это на руку сразу была восьмерка болт идет восьмерка это с новым роликом когда в маслом насосе срывается резьба то вставляют вот такую шпильку на десятку туда перри перетащили на 10 ну и функцию выполняет шпилька свою ставим все закладной и отметки у нас там как из отметки да сейчас мы еще выставим новый ролик обратно же ролик у нас устанавливается вон на масляном насосе есть паз он у нас устанавливается вот этим ремешком туда вот так становится наживляем гаечку устанавливаем ремешок доводим можно тоже чуть-чуть довести вот так чтобы уже было более точно вот имеется хорить и натяжку мы делаем против часовой стрелки чтобы у нас натяжка основная была скажем так от шкива коленвала потом накидываем на распредвал но это важно да если натянут другую паса у тебя метки потом спрыгнуть вот видишь как бы минимальная натяжка есть в принципе нету сильнее для все болты разное уже подпеленные подточены и влазили уже сюда как могли первая проблема вообще лазят на хоть все руки не должны были стала здесь вот наш натяжной ролик и вот момент натяжки у нас регулируется вот вот эта стрелочка и она должна у нас быть чуть пониже по преждевременно сразу подтянули и чуть-чуть смещаем помпу хоть в часовой стрелочке вот так все сейчас можно зажимать все ремень грамм установлен проверяем метки здесь у нас совпадает и машину опустим засветим сверху а где ты там вставлял эту штуку а да я достал и но это при установке меня на мы его достали и но мы благовременно затянули чтобы не подтягивать помпы отпускать помпой ремень стоит еще раз проверяем метки метка совпадает здесь метка совпадает там сейчас 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 устанавливаемся назад крышки все зажал для ставим крышки за щелкается и дай на 2 болта сейчас заливаем на цепи проверяем чтобы у нас не было утечек и потом будем собирать все в кучу назад собираемся взад так я собираемся так